Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестирую уже больше 20 лет и это регулярное видео о моем инвестировании. Оно о содержимом моего инвестпортфеля, который за многолетний период инвестирования преодолел уровень 35 миллионов рублей, хотя и были крупные выводы средств в течение жизни. Точная стоимость портфеля на сегодня будет озвучена в этом ролике, но позже. Делюсь здесь основными принципами своего инвестирования, даю советы по инвестициям, рассказываю текущие новости по некоторым эмитентам портфеля. Начинаем. Сегодня я выскажусь про Interactive Brokers, про включение данного брокера в плохой список АЦБ. Ну и расскажу текущие результаты борьбы за существование канала. Начинаю. Ну вот смотрите, на экране вы сейчас видите круговую диаграмму моего инвестиционного портфеля. Грубо, чуть меньше половины этих активов приобретено через американского брокера Interactive Brokers. Ну вот как раз на экране сейчас скриншоты с этих счетов с общими суммами. В начале недели нас всех стряхнула новость о внесении IB в черный список ЦБ. Думаю, что Центральный банк этим хотел показать, что Interactive Brokers не имеет лицензии ЦБ РФ и не находится под контролем регулятора. После внесения IB в черный список инвесторы из России тем не менее имеют право работать с этим брокером напрямую. Но в этом случае инвестор типа лишает себя защиты, которую дает российское регулирование. Вот такой был посыл от ЦБ. Так вот, на мой взгляд IB это крупный брокер, который находится под надзором комиссии США по ценным бумагам и биржам. И никаким боком не является сомнительной организацией и необходимости в дополнительной защите от Центрального банка РФ я не вижу. В общем, это просто список. Обращать внимание на него я не буду. Дергаться и выводить деньги не стану тем более. Никакого требования выводить активы для прямых клиентов Interactive Brokers нет ни от ЦБ, ни от самого Interactive Brokers. Будут ли еще какие-либо комментарии от Центрального банка, я не знаю. Планы регулятора мне неизвестны. Инвестирование мое там продолжается. Ну, в общем, пишите в комментариях ваше мнение на эту тему и что будете делать конкретно вы. Далее. Было на канале вот такое видео. Там про проблемы канала. Многие из вас решили помочь мне восстановить справедливость. Расскажу, что получилось в результате действий по спасению канала. Ну, вот, например, статистика одного из популярных ранее видео. Здесь видно, что просмотры по плейлистам занимают большую долю. Это явно ваша заслуга. Ну, а то просмотры по рекомендациям так и не активировались в этом видео. А это уже загадка алгоритмов Ютуба. Так, а вот здесь вот в другом уже видео, в другой статистике, видно, что плейлисты присутствуют. И рекомендованные сначала подскочили, а потом активировались. Вот это прям вот совсем хорошо. А сейчас на экран я вывел конец списка самых популярных видео на этом канале. Вот там, где в последней строчке 270, ну, вот в нормальные времена для канала было значение больше 400. Худшее значение я видел около 80. То есть, получается, что отскок произошел, но до нормального состояния мы пока еще не дошли. Важный вывод. Наши совместные усилия не прошли даром. Результаты улучшились. Но мне сейчас совершенно не ясно. Дальше будет лучше, ну, или опять хуже. Спецы говорят, что хорошо хоть какой-то отклик есть. Появилась реальная надежда на восстановление. Очевидно, что и дальнейшая динамика по каналу будет зависеть от вас. Один я это не вывезу точно. Но продолжать бороться буду однозначно. Опять повешу вот по алгоритмам YouTube, смотрите, и порекомендую плейлист «Важные видео». Они там действительно самые важные для инвесторов. И еще те же спецы все же порекомендовали мне попросить вас отписаться от меня, и потом опять подписаться, при этом нажав на колокольчик. Ну, вот как вот здесь вот в этом скриншоте. Говорят, что это тоже может помочь. Типа были конкретные случаи, когда помогало. Прошу вас сделать именно так. Отписаться, подписаться и колокольчик. Ну, а я продолжаю борьбу. В воскресенье выйдет очередной важный для канала и для вас видео в 16.00. Сосредоточу все свои усилия сейчас именно на нем. Ваша активность, конечно же, тоже не помешает. Ну, вы это уже знаете. Далее. Блок иностранных акций я сегодня пропущу. Тем более, что там и дивидендов пришло всего 10 долларов от Wells Fargo. Давайте сразу перейду к российскому инвестированию у брокера ВТБ. У меня здесь тоже два счета. Один – это простой брокерский счет. Вот он, вы его сейчас видите на своих экранах. А вот это, сейчас давайте переведусь, это будет уже ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет. Пополнений этих счетов у меня, конечно же, не было. Но опять были дивиденды. Не так много, как недели раньше. Тогда прилетело больше 4 тысяч от Сбера. А в этот раз мне заплатили два эмитента. Первый – это Мосбиржа. Так, давайте найдем Мосбиржу. Мосбиржа по центру. Здесь у меня прирост почти 100%, ну точнее 97%. Открываю график. Так, ну видно, что график красивый, даже очень, рост просто великолепный. Помню времена, когда Мосбиржа считалась дивидендной бумагой и росла очень нудно, совершенно не торопясь. Однако настали времена прихода большого количества молодых инвесторов, и показатели компании начали расти. Это основная причина. Были и другие причины. Расширение списка торговых бумаг и увеличение времени торговой сессии. Мосбиржа развивается и делится прибылью с акционерами. А получил я от Мосбиржи больше 35 тысяч рублей. Ну давайте открою вот вкладку дивиденды, это вверху. Вот, собственно говоря, вот это выплата, это вот первая строка. Вы видите здесь дивидендную доходность 5%. В общем, эмитент довольно уникальный и интересный. Но сейчас я все же считаю его перекупленным. Но перспектива роста остается, прежде всего в области расширения списка торговых бумаг. Далее, заплатил мне Норникель. Вот давайте выведу по центру Норникель. Здесь у меня прирост 42%, как вы видите. Ну вот здесь на основном счете у меня 5 штук Норникеля, а на есть 7 штук. Ну давайте открою здесь график на основном счете. Видно, что здесь рост довольно-таки хороший. И это несмотря на многочисленные, очень серьезные проблемы с экологическим ущербом и беспрецедентно большим штрафом. Компания однозначно интересна прежде всего своей продукцией. Однако череда проблем с производственными мощностями указывает на существенные риски. И, кстати, иностранные инвесторы на это все внимание точно обращают. Для них это важно. Норникель мне оплатил 5000 на основной брокерский счет и 7000 на ИИС. Ну давайте вот опять же вкладку дивиденды откроем. Посмотрим. Ну вот смотрите, здесь вот у этой выплаты дивидендная доходность меньше 4%. Думаю, очевидно, что выплата будет не одна в этом году, поэтому общая дивидендная доходность будет все-таки гораздо поинтереснее. Далее. Далее, что получается? А получается, что по российской части инвестирования мне упало дивидендами грубо 47 тысяч рублей. Согласитесь, сумма не маленькая. Мне практически каждую неделю падают дивиденды по иностранной части, но вот в этот раз на иностранной части только 10 долларов было, а здесь на ВТБ инвестиции вполне приятные цифры. Вот так, собственно говоря, работает дивидендная стратегия. Рекомендую посмотреть вот это видео, оно свежее. Там суть дивидендной стратегии и конкретные выплаты. В общем, смотрите и убеждайтесь, что дивидендная зарплата – это не миф, а реальность. Продолжаю. Полученные дивиденды здесь вот на российских счетах я сразу убрал фонд ликвидности. Ну вот фонд ликвидности у меня внизу. Вот видите, здесь уже у меня полмиллиона рублей. В этом фонде я храню рублевый кэш. Ну, конечно же, не весь, но все же регулярно пользуюсь этим фондом. Ну, собственно, вы это знаете. Рекомендую посмотреть вот это видео. Здесь различные варианты выгодного хранения кэша с обоснованием и особенностями. Видео практическое и полезное. Так, продолжаю. Теперь предлагаю посмотреть еще «Газпром». Вот есть несколько слов по нему. Вот он по центру экрана. Здесь 70% прирост, как вы видите. Открываю график. «Газпром» растет на хороших новостях по «Северному потоку-2» и на перспективах роста прибыли. На графике очевидный рост. Ну, практически ракета. К тому же «Газпром» пока еще не выплачивал дивиденды и способен порасти даже вот на этом факте. Хотя дивидендная доходность здесь невеликая. Ну, давайте, кстати, зайдем во вкладку «Дивиденды». Посмотрим. Ну, вот смотрите. 4,58% дивидендная доходность за прошлый год. Это выплаты по прошлому году. Но покупают «Газпром» не из-за дивидендов за прошлый год, а из-за будущих выплат. Надо это понимать. Будущие выплаты должны стать все-таки поинтереснее. Так, перед итогами портфеля давайте не стану нарушать традицию, быстро покажу личные расходы. Потом будут итоговые результаты портфеля всего. Напомню, расходы на двух человек. Повторяю, что я показываю расходы для того, чтобы был виден принцип учета личных трат. Я предполагаю, что это полезно для тех, у кого расходы равны доходам или иногда превышают доходы. С помощью такого или похожего контроля вполне реально заняться оптимизацией собственных расходов. Ну, естественно, тем, кому это нужно. Ну, а в таблице ничего особенного здесь нет. Я сейчас взял отпуск, так как стало понятно, что в Италию я не полечу. Если все срастется по сделке с недвижимостью, то туда полетит жена. Так будет логично. Поэтому я решил потратить этот отпуск на спасение канала. Ну, и на анализ документов по Италии. Хотя там с документами сейчас вроде все нормально. Так что основное время в отпуске потрачу на канал. Потерять канал мне, конечно же, очень не хочется. Активно консультируюсь и пытаюсь внедрить совет специалистов. Стараюсь реабилитировать канал. Продолжаю. Давай теперь по итогам портфеля конкретнее. Что получилось по итогам прошедшей недели? Получилось небольшое снижение. Частично из-за снижения курса доллара, частично из-за Сбера. Ну, а теперь давайте конкретным цифрам. Итак, общий итог получился 37 миллионов 850 тысяч рублей. Недели ранее было 37 миллионов 930 тысяч рублей. Разница всего 80 тысяч рублей. Ну, так, а на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит. Это пребудет с вами сила сложного процента.